Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я приветствую всех на телеканале Беларусь4 и, как всегда, в это время в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». На календаре завершается прекрасный день, 4 июля, а в гостях у меня коллектив, который я всегда жду с особым трепетом и волнением. Это на группа Ягора Вакара, художественный руководитель Ягор Полешок. Здравствуйте! Добрый вечер! Я думаю, все, кто видел ваше вчерашнее выступление на набережной реки Сож, до сих пор под впечатлением, сам был свидетелем этого концерта. Безумно рад, что сегодня вы нашли возможность заглянуть к нам на этот добрый вечер. Как настроение? Превосходное. Это хорошо. И вы знаете, никогда в жизни я еще не видел вас в обычной гражданской, если можно так сказать, одежде. Поэтому сегодня у нас целый час времени. Вот я вижу, у нас там очень много реквизитов и музыкальных инструментов, о которых обязательно поговорим. Ну и, конечно же, сегодня узнаем историю группы Ягора Вакара во всех деталях и подробностях. Пообещайте мне быть максимально честными. Конечно. Обещаю. Друзья, оставайтесь на нашем канале. Впереди у нас целый час для того, чтобы интересно использовать и провести его. Не переключайтесь. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Напомню, что, как всегда, мы работаем в прямом эфире. Вся контактная информация здесь вот внизу на ваших экранах. Наш телефон, наш вайбер, который уже готов принимать ваши сообщения. Так что присоединяйтесь к нашей беседе. Ну, а тем, кто только что включился, напомню, сегодня у меня в гостях этногруппа Ягорова Гора. Егор, вот когда слышу вашу музыку, а слава богу, слышу я ее уже несколько лет, лет пять, если не ошибаюсь. Да, больше уже. Вижу ваше выступление, будто попадаю в какой-то мифический, мистический мир наших предков, там, где присутствует магия, какие-то, возможно, русалки. Это у меня у одного такое впечатление складывается? Или это, ну, скажем так, на то было и рассчитано? Да. Конечно, на то и рассчитано, потому что мы сами где-то около этого в ощущениях таких. Мы работаем над тем, чтобы были какие-то эффекты, чтобы у людей возникали впечатления от наших песен. То есть каждый раз, создавая песню вместе, то есть Игорь приносит какой-то материал, и мы его вместе обрабатываем, добавляем что-то вместе. Поэтому неудивительно, что у людей возникают какие-то мысли при прислушивании. Ну, согласитесь, попадаешь как будто в какую-то волшебную сказку. Вот есть сказки там бытовые, сказки про животных, есть сказки волшебные. Вот атмосфера этногруппы Иакурова гора, ну, для меня это как раз-таки и есть эти волшебные сказки, которые, я думаю, даже взрослые любят. Лето, если многие артисты проводят, скажем так, на отдыхе, сообщая об этом во всех соцсетях, у вас бесконечные гастроли. Гастроли, фестивали, поездки. Ну, есть такие артисты, которые вот летом предпочитают отдыхать. Вы же не сидите на месте. Рассказывайте, где уже успели побывать этим летом? Да у нас вообще это лето очень насыщенно началось. Началось оно с первого числа фестиваль Байкерфест Тюмнолесия. Сегодня здесь у нас под Гомелем, дальше мы поехали в Санкт-Петербург, потом открытие европейских игр, потом закрытие европейских игр. И вчера независимости праздник, сегодня добрый вечер, Гомель. А 6-го числа купаль и общегородской праздник еще будет. Какая-то купальская программа отдельно будет подготовлена или те композиции, чтобы народу было весело? Да, потому что у нас вообще репертуар очень разнообразный и формат выступления мы выстраиваем в зависимости от мероприятия, там где участвуем. Естественно на улице в праздник народу хочется что-то повеселее, пободрее. В таком мы как бы стараемся ритм и программу выстраивать. Конечно же купальская песня будет. Да, обязательно если праздники совпадают с какими-то традиционными праздниками белорусскими, то мы стараемся обязательно какую-то песню исполнить традиционную в этот, ну, к этому приуроченному. То есть если я правильно понимаю, зайти можно на ваши страницы в социальных сетях, увидеть график ваших выступлений, но и уже быть вовсе и проинформированным, чтобы не пропустить ваше выступление. Но все-таки вы знаете, не только поговорить о предстоящих выступлениях, вот мы в этой студии никогда не говорили о том, откуда же появилась Ягорова гора. Так что я думаю начнем во всем по порядку. Как так получилось, что пять человек собрались вместе? Вот про атмосферу начал говорить ты когда, да, когда наши концерты, особая атмосфера какая-то. Вот, видимо, наверное, вот эта атмосфера, в которую я попал, это был обряд похований стрелы, похороны стрелы. Очень древний обряд. Один из древнейших в Беларуси сохранился в некоторых деревнях у нас. Это вёска Перелёвка и Невглюбка. Это было... Ну, ещё там несколько... Да, ну моё первое ещё не было Ягорова горы, и попал я вот на этот обряд. И действительно, впечатление моё было просто, ну, сложно передать даже эти ощущения, которые я воспринял. Во-первых, я услышал песни древние, традиционные белорусские, которых очень плохо знал и практически не слышал. Я увидел бабушек в настоящих белорусских традиционных одеждах. Вот, что-то внутри такое вот зашевелилось, что-то где-то, видимо, там какое-то зёрнышко начало прорастать. Вот, и уже к осенью я уже стал какой-то одержимой, уже какой-то идеей создать какой-то коллектив, что-то делать в музыкальном плане, хотя я ещё сам не понимал совсем, как это, что это. Я ещё увидел, что вообще-то обряд повлиял на погоду. А, ну это, конечно, да. То есть, когда ты видишь ещё... Может, это совпадение было? Ну, конечно, всегда совпадают какие-то звёзды, как я говорю. То есть, это не просто одно событие, то есть, это череда каких-то событий. Вот, я стал обращаться к некоторым музыкантам, которых знал, и попытался собрать группу из музыкантов, которые уже состоялись. Подожди, но если у меня верная информация, то до того момента, как заняться музыкой, до того момента, как услышал все вот эти вот старинные песни, обрядовые песни, наше наследие музыкальное, наш фольклор, вот ты же занимался совершенно другими делами, другими профессиями. Конечно, от музыки очень совершенно далёк был. Я не музыкант и музыкального образования не имею. Серьёзно? Да, и это было вообще событие такое, не знаю, как это вообще меня как несло, но 50 лет, встреча друзей, день рождения мой, и я просто своим друзьям говорю, ребята, я собираюсь создавать группу, музыкальный коллектив. Ну, на меня с выпущенными глазами, конечно, смотрят и думают, наверное, парень или пьян, или что-то он такое несёт, непонятно. Вот, ну и с этого момента, можно сказать, началось, в общем-то, рождение проекта. Ну, проект существует и успешно развивается уже более пяти лет, и даже выпущен компакт-диск, дебютный компакт-диск. Друзья, у меня в руках компакт-диск, который заберёт кто-то из вас, но не просто так. Как всегда у меня есть вопрос, от вас я хочу получить правильный ответ. Как называется дебютный диск фольк-этногруппы Ягорова Гора? Да, ваши варианты предлагайте, звоните к нам в студию. Напомню, что ваши варианты ответов принимаются только по телефону. Звоните к нам, давайте общаться, так будет веселее и гораздо интереснее. Ну, и кому-то из вас достанется сегодня этот диск, номер телефона здесь внизу на ваших экранах, так что ждём ваши звоночки. Я предлагаю сейчас, ну, дабы от разговоров перейти к музыке и посмотреть, с чего же всё начиналось, посмотреть одно видео, которое удалось найти в архивах, в архивах группы Ягорова Гора, там, где Ягора Полешука зовут ещё Игорь Архипов. Расскажи немножко об этом дуэте, как он, думаю, получился. Кстати, с радио позвонила Зойсина сестра двоюродная, работала звукорежиссёром, и был у них в гостях Иван Пилипенко. Она мне позвонила, сказала просто, что вот такой интересный музыкант у нас в гостях, вот он диско ставил, не хотел бы ты послушать. Она просто знала, я музыкой интересовался всегда, собирал диски меломаном, когда-то был. И я взял этот альбом, послушал, и был под впечатлением. Акустический альбом с использованием гитары, цимбал, там ситар был индийский, то есть такие очень редкие инструменты для Белоруссии, особенно белорусской музыки. Вот, и когда эта идея возникла создать какой-то коллектив музыкальный, я к Ване и обратился, пригласил его участвовать, и мы, в общем-то, это было началом. Ещё Ягоровой горы не было, мы ещё не знали, я толком не знал, не понимал совсем ещё, как это, в общем-то, будет в дальнейшем. Но, тем не менее, гусли в руках оказались, кто-то же научил на них играть? Да, была гитара, и мне показалось, что всё-таки для фолка одна гитара, это как-то неинтересно, это ближе к бардовской музыке какой-то, и хотелось что-то интересное. Я познакомился с Олесем Чумаковым, это со старого Ольса музыкант, он ещё мастер гусель, делает гусли, обратился к нему, попросил, в общем, приобрёл этот инструмент, вот, и вот мы с Ваней начали пробовать гусли и гитара. Я предлагаю посмотреть это историческое видео, а после продолжим наш разговор. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 еще экономический, то есть менеджер-управленец. Не жалко бы все это было променять на творчество, на музыку? Ну, поначалу все это так совмещалось и, в общем-то, казалось таким ближе к хобби, можно так сказать. То есть просто какой-то, так сказать, слой моего бытия. Потом в процессе уже, так сказать, формирования коллектива уже стали появляться мысли, в общем-то, достаточно серьезности этого мероприятия, проекта, вот, потому что начались приглашения, стали обращать внимание. Ну, вот возвращаясь к музыкальному номеру, гусли, на которых ты там играешь, как они к тебе попали, откуда? Ну, я же рассказал, Олеся Чумаков приобрел у него, в общем-то, и так получалось, что с приобретением инструмента мы сразу начинали что-то делать, родилась песня «Ой, ты саду», гусельный вариант, в общем-то, такая достаточно красивая композиция получилась. Потом следующий инструмент еще, бубен у нас появился, большой бубен, шаманский можно так назвать, вот, и родилась песня «Разбушуйтесь ко ветры», там только бубен и Ирин голос, тоже очень интересные, такой в минимализме музыкальном создана. Ну и постепенно только потом уже песня бросла другими инструментами. Да, мы стали приобщаться, вообще так получалось, что с приобретением инструментов приходилось их осваивать и учиться на них играть, потому что то, что мы вот сегодня имеем и то, что мы делаем на этих инструментах, на самом деле это все рождалось в процессе приобретения и формирования. Ну вот меня какой вопрос интересует. Одно дело просто быть, скажем так, увлеченным самому какой-то конкретной идеей, и идеей такой, что я бы назвал эксклюзивным вот это вот увлечение и старинными инструментами, и фольклором, и вот быть в каких-то экспедициях, находить какие-то необычные песни, которые имеют отношение только к нашему региону, уникальное звучание, но еще найти таких же соратников. И не просто людей, которые увлекаются этим, а людей с голосами, людей, которые умеют, знают, как это все красиво обернуть и дать зрителю. Согласен. Вот как нашлись все те единомышленники, которые и являются сейчас вот коллективом «Яхар Багара»? В общем, хотелось еще и петь, но я понимал, что я не могу просто выйти и начать петь, потому что я не умел петь. И Ира вела, как это, кружок или студию, можно так сказать, вокальную, я узнал и стал приезжать к Ире для того, чтобы поучиться петь. Познакомился с Ирой поближе, и так получилось, что первые участники вышли из проекта, и я предложил Ире участвовать в проекте. Она немножко сначала растерянная, так недоверчива, конечно, к этому. Можно у нее спросить, как она вообще согласилась на эту авантюру. Ира, как согласились на эту авантюру? Вот авантюра, попробовала, решила попробовать, да, посмотрим. Посмотрела, осталось. И вот уже больше пяти лет. Я так понимаю, что Ира издала от самого начала. Больше шести. Да, это главный соратник, можно сказать. Потому что Ира обладает опытом, знаниями традиционной музыкальной белорусской культуры, что для меня тоже очень ценно. У нее архив свой очень хороший, записи экспедиционных различных регионов песенных. У нас большая библиотека в связи с этим. Плюс у нее музыкальное образование, и, в общем-то, так сложилось, что мы, в общем-то, начали понимать друг друга. А то, что касается музыкального материала. Ведь, с одной стороны, если посмотреть, ну, фольклора за сотни тысяч лет истории собралось очень и очень много. А с другой стороны, если я правильно понимаю, Ягорова гора очень избирательно относится к тому, что же они будут исполнять и к тем компотициям, за которые они возьмутся. Да, дело в том, что я вообще очень много песен слушаю. Просто слушаю фоново. И я обращаю внимание на то, как воспринимаю песню где-то внутренним, так сказать, своим слухом. И если меня песня несколько раз трогает, то есть цепляет, я на нее обращаю внимание, то я эту песню выделяю в особую папку, так сказать, и начинаю прослушивать уже так особым образом. И, в общем, потом начинаю, в общем-то, оформлять музыкально ее. Ну, а я напомню, дорогие зрители, что мы работаем, как всегда, в прямом эфире. И в руках у меня диск, дебютный альбом этногруппы Ягорова судьба тех гусли, с которых все и начиналось. Где они сейчас? Живут, гусли живут. Ну, вот у нас в студии тоже есть. Если мне, если я правильно увидел, они такие же. Ну, почти такие же, да. Это уже другая история. У нас появился гитарист Володя Чаюков. Который оказался не только гитаристом. Первые годы, первый год он играл на гитаре, потом, в общем-то, проявил инициативу, стал уже осваивать другие инструменты, приобрел балалайку, внес в наш коллектив. Не совсем белорусский инструмент, но очень красиво, так оригинально вписался в наши, так сказать, некоторые песни. А потом он меня больше еще удивил тем, что, говорит, я начал гусли делать. Да ладно, серьезно? И не просто начал делать, а потом принес, и вот это, кстати, его инструмент. Я их захотел как сделать? Ну, подожди, обычно молодые люди твоего возраста, вот рок-музыка, поп-музыка, но никак не этно-музыка. Почему? Рок-музыка тоже, конечно же, я ее очень люблю, но это интересно, это же даже интереснее слушать. То есть, я видел Игоря Гусли, я их поиграл, мне даже мурашки пошли по телу, потому что настолько они круто звучали, я не ожидал. Но, послушай, если у нас инструменты, изготовленные твоими руками в студию, то я попрошу пройти к этому столу, давай мы не только их покажем, расскажем, но и как они играют. На самом деле... Вот сколько времени ушло на то, чтобы их изготовить? Ну, я их делал около месяца, это раза с третьего получилось, чтобы они зазвучали. Самое главное – найти хорошее сухое дерево, и чем оно старше, тем лучше. Именно вот эта доска, это... То есть, я так понимаю, двое гусли, если это третий вариант, и двое где-то... Уже в топке. В топке, мне жалко было. Нет, вот эти гусли сделаны из ставней старого дома, не знаю даже, сколько ему примерно лет, но там была соломенная крыша. Дом с истурией. Да. Увидел ставни, по толщине вроде было все отлично, здесь внутри все выбралось, там внутри пустота. Всякое ли дерево подойдет для того, чтобы удостоиться стать... Насколько я знаю, лучше использовать ель, клён, можно ясень, но в принципе их же раньше делали из того, что было. И струны делали, и там даже конские жилы использовались. То есть, все, что можно было натянуть, то и было гуслями. Ну, я не думаю, что так вот первое попавшееся дерево могло пойти на изготовление инструмента. Ну, я выбрал, потому что оно... Старинные музыканты к этому подходили очень ответственные со смыслом. Я думаю, что даже в какую-то определенную фазу Луны изготавливались эти инструменты. Мне как написал один мастер, когда я искал гусля, что вообще правильно изначально, ну, раньше традиционно делались инструменты музыкальные типа гусля, чтобы дерево было не младше 120 лет. Ух ты! Как один сказал человек, который у нас там занимается иконами, сказал, что конкретно этому больше 200. Ну, он посмотрел как-то по рисунку, именно структура дерева, она такая... Володя, ну как же они звучат? Звучат интересно. Можно зажимать аккорды здесь. Ну, как зажимать? Переечкрывать лишние струны. Конкретно на этом строе не получится, потому что, в принципе, на гуслях можно сыграть все, что угодно. Настраивается определенный строй, у тебя получается аккорд, и ты играешь. Все, что угодно, любое музыкальное произведение. Любое музыкальное произведение. И даже джаз? Можно и джаз. Ух ты! Можно все, что угодно. Вот это круто! Клади их здесь, пусть остаются, присаживайся, пожалуйста. А у нас тем временем есть телефонный звонок. Давайте послушаем, кто к нам дозвонился. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Наталья. Очень приятно. Откуда вы к нам? Гомельчанка. Великолепно. Наталья, скажите, как проводите этот вечер? Вас смотрю. Это очень хорошо. А с творчеством моих сегодняшних гостей, группы «Ягорова гора», насколько сильны и хорошо знакомы? Ну, слабо знакомы, но знакомы. Часто бываете на их концертах? Нет, увы, редко. Ну, вот, 6-го числа, не пропустите. Киевский спуск. На Киевском спуске. Вот. Ну и, я так понимаю, звоните вы нам не просто так. Вот у меня есть эксклюзивчик, который вы просто так нигде не найдете. Ну, разве что в программе «Добрый вечер, Гомель». Это дебютный альбом этногруппы «Ягорова гора». И вопрос у меня совершенно простой, в то же время, скажем так, со звездочкой. Как же называется дебютный альбом этого коллектива? Наверное, как и в руку «Ягорова гора». Эти аплодисменты. Давайте громче поаплодируем. Четко и ясно, да и понятно, что совершенно верный альбом так и называется «Ягорова гора». А это значит, что вы становитесь обладательницей этого диска. Поверьте, у меня такой же тоже есть, именной, подписанный. Я думаю, что вам ребята его тоже подпишут. Конечно. А здесь очень много хорошей музыки, которая способна создать хорошее настроение в любых условиях. Так что поздравляем вас, оставьте ваши координаты нашему редактору на телефоне, вам расскажут, где и когда вы сможете забрать этот диск. Ну, всем же напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните, возможно, у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, возможно, творческие пожелания. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что наш Вайбер готов также принимать ваши послания. Давно не было музыки в нашем эфире. И следующая композиция, которая прозвучит, это видео на песню «Те разморы». Расскажите немного об этой истории. Пришло мне письмо от ребят с Академии искусств. Женя Заруцкий, режиссеру, заканчивал он. И у них дипломная работа была, им нужно было создать мультфильм музыкальный. Вот. Они в интернете поинтересовались белорусскими коллективами, белорусской музыки. Ну и предложили, в общем-то, выбрали, остановились на нас и предложили сделать нам клип. Вот. На что мы, конечно, согласились. Потому что у нас до этого не было профессионального хорошего видеоклипа, именно постановочного. За что мы им очень благодарны. А история, которая... Сюжет, которая... История, сюжет этого клипа, ведь там все тоже... Женя вообще, ну, такой очень глубокий, интересный человек. И несмотря на молодой возраст, у него очень такие серьезные взгляды. И философски он смотрит на некоторые вещи. И поэтому он заложил здесь, как бы, суть общения предков с живыми людьми. О том, что предки дают нам какие-то знаки для того, чтобы мы как-то жили, выживали в этой жизни. Вот примерно, я думаю, так. Так, Зося, Ира, хотелось бы немного узнать про съемочный процесс. И все-таки это не выходить на сцену, это нужно вживаться в какую-то определенную роль, в какой-то определенный образ. У нас начались съемки где-то в полчетвертого утра с восходом солнца. По туману это было заметно. Да, туман. Вот мы как раз этот туман и снимали, настоящий, живой. Закончились где-то после восьми вечера. Ну, днем небольшой перерывчик был из-за того, что нам надо было конкретные условия погоды. Мы меняли несколько дислокаций, это не в одном месте было. Там три места. Причем это записывалось именно в русальную неделю, воскресенье, которая через неделю после Троицы. И вот такая атмосфера была, что, кажется, вот-вот там встретишь какую-то русалку. Вот я хотел спросить русалок, видели? Мы хотели с Катей сделать русалку, только не получилось. Уже не была такая задумка положить Катю под воду и снимать. Но что-то не получилось, да? Или вода была холодная? Было очень холодно. Да, было очень холодно. В то утро, в первые, ну, четыре утра. И время не дело в том, что там еще момент такой, что вот самый рассвет, когда солнце еще не поднялось, но начинает светать, в который момент вот эти съемки начинались, там это буквально 10 минут. И Женя очень просил нас, чтобы постараться, потому что переснимать уже в другом свете, оно будет совершенно по-другому смотреться. Это нужно ждать еще одну русальную неделю, как минимум. И я хочу сказать еще про этот клип. К нашему удивлению, где-то полгода назад есть такой этноклауд, международный портал, где вся музыка — это музыка мира. И сегодня этот клип находится в топ-40, что нам очень приятно. То есть его смотрит весь мир, этот ролик. Ну, посмотрим и мы на телеканале «Беларусь 4» в программе «Добрый вечер! Гомель» группа «Яхорова гора Теразмора». Давайте посмотрим. Это настоящий фильм. Не пей, браточка, уморы вадицы. Не лови, браточка, умора рыбочки. Не пяры, браточка, на узмора ягодок. Не коси, браточка, на узмора травицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Это ж не вода, это же крома я. Это же крома я, крома я, да крогородшая. Ой-ли-ой-ли, крогородшая, не лови, браточка, да в море рыбочки. Ой-ли-ой-ли, а в море рыбочки. Это ж не рыбочка, это тела моё. Ой-ли-ой-ли, это тела моё. Это не вода, это крома я. Это не рыбочки, это тела моё. Это не яхотки, это ручки мои. Это не трава, это косты. Тела моё, да тела белая. Ой-ли-ой-ли, тела белая. Не пяре, браточка, да в море яхоток. Ой-ли-ой-ли, у море яхоток. Это ж не яхотки, это бочки мои. Ой-ли-ой-ли, это бочки мои. Бочки мои, да и бочки ярые. Ой-ли-ой-ли, бочки ярые. Не пясти, браточка, да в море травицы. Ой-ли-ой-ли, у море травицы. Это же не трава, это б коса моя. Ой-ли-ой-ли, это б коса моя. Коса моя, да и коса росая. Ой-ли-ой-ли, ой-ли-ли, эй, коса росая. Ой-ли-ой-ли, лета-я-я, коса и росая. Субтитры подогнал «Симон» Прямой эфир на телеканале «Беларусь-4» продолжается. Это программа «Добрый вечер в Гоме». Сегодня у нас в гостях этногруппа «Ягорова гора». Мы работаем в прямом эфире, поэтому присоединяйтесь к нашей беседе, подключайтесь к нашему общению. Наш вайбер готов принимать ваши послания. Егор, ну, с гуслями мы разобрались. Собственно, как выяснили, что с них начинается творческий путь и становление коллектива «Ягорова гора». Но здесь у нас очень много инструментов, и хотелось бы хоть по чуть-чуть, но про каждый немножко узнать подробнее, какую роль он сыграл в становлении коллектива, и, конечно же, услышать звучание. Вот есть такой интересный, уникальный инструмент – это флейта. Она сделана из осины. И самое удивительное то, что я… А осина тоже должна быть не менее 120… Да, с осины вообще не делают инструменты музыкальные. Серьезно? Она меня своей формой, удивительной такой, необычной, привлекла. И приобретена она еще за два года до появления «Ягоровой горы». Я ее приобрел, но так как играть я на «Духовых» не умел, и не умел в этом, так сказать, то она лежала просто. Вот я просто брал, подул немножко где-то что-то там. Баловался. Да, но я очень хотел научиться на «Духовых», и когда вот уже возникла «Ягорова гора», был создан коллектив, то мне очень хотелось, чтобы у нас были флейты, жалейки. Вот, но поначалу приходилось осваивать там гусли, там бубен, там еще какие-то инструменты. И вот Зося проявила желание участвовать в проекте. Вот, она стала ходить к Кире учиться петь вместе со мной, и пошла в музыкальную школу. Серьезно? Учиться играть на флейте. Да, пусть она сама расскажет. Ну, я подошла на вахту и спросила, как мне можно найти преподавателя по «Духовым инструментам». Она мне подсказала, когда подойти. Я подошла к преподавателю, очень приятная молодая девушка. Она сказала, с удовольствием, приходите. И она мне вот как бы азэть и преподала, вот, объяснила, что нужно нотную грамоту знать, хотя бы азы нотной грамоты. И благодаря преподавателю, вот, пошло-пошло, и я освоила «Духовые инструменты». Ну, я не могу сказать, что профессионально. Все равно время, ну, где-то я, наверное, полгода к ней ходила. Есть сейчас какие-то вот из этого многообразия, даже которые у нас в студии, какие-то фавориты? Те, которые наиболее... Блокфлейта. С этого начиналось. Да, вот с этого начиналось, вот, это блокфлейта. То есть, ну, я очень часто и сейчас на ней играю. А можно прямо сейчас? Что самое интересное меня подвигло к тому, чтобы освоить эти инструменты. И вот на сегодня, в общем-то, мы вдвоем в группе играем на «Духовых». Оказалось, что «Духовые инструменты» одни из самых легко обучаемых. Ну, то есть, их легче обучаться духовым инструментам, освоить, да. Потому что потом я захотела еще скрипку осваивать. Скрипка тоже есть у вас в арсенале? Да, да. Ну, я до сих пор ее осваиваю. То есть, очень сложный инструмент. Я, когда уже пришла к преподавателю и сказала, я хочу играть на скрипке, и она мне потом стала объяснять вот весь этот процесс, ну, я испугалась, но уже было поздно отступать. Вот. Поэтому, ну, я где-то больше года ходила. И до сих пор тренируюсь. Ну, инструмент очень сложный. Сколько часов в день уходит на те же самые музыкальные репетиции? Ну, я считаю, и по словам одного из моих знакомых музыкантов, достаточно известных, он сказал мне такую фразу, что для того, чтобы поддерживать профессионализм, нужно в день хотя бы минимум, каждый день 15-20 минут уделять инструменту. Получается? Ну, не всегда, но стараюсь, стараюсь. Потому что инструментов, во-первых, много, и не всегда они под рукой. Еще один экзотический инструмент, на который я смотрю с того момента, как он появился у нас в студии, волынка. Я правильно назвал его? Белорусская дуда. Дуда. Инструмент называется, да, дуда. И когда были флейты освоены уже, мы стали уже на них играть, то, естественно, захотелось приобрести именно традиционный белорусский наш инструмент. Как он попал к вам? Началось все с жалейки вот этой. В Дуде тоже есть жалейка. Она к меху присоединена. Вот, и там еще вторая жалейка бурдонная, она уже без отверстий, просто одна нота. Ну и когда уже жалейка была опробована, то захотелось уже более сложный инструмент. Дуда, конечно, сложные инструменты в плане воспроизведения звука. То есть не сразу получается. На жалейке сложно, потому что очень большое усилие надо. Вот скажу честно, такие инструменты видел только или у каких-то именитых коллективов на сцене, или у каких-то шотландских музыкантов. Я никогда в жизни не слышал, как он звучит. Можно попробовать. Конечно, можно вот прямо сейчас в студии. Очень мощный, необычный инструмент. Как он работает вообще? Значит, мех, он облегчает воспроизведение звука сразу с двух жалеек, потому что ртом это невозможно сделать. Иногда есть даже несколько бурдонов. Ну, если я правильно понимаю, фабричного производства такие штуки найти невозможно. Нет, это мастеровые. Это именно хендмэй, именно штучные. Да, есть в Беларуси несколько мастеров, которые делают достаточно профессионально. Это, то есть, многие музыкальные коллективы, исполнители, профессионалы именно приобретают. Сначала надувается. Потом главное правильно начать воспроизводить, чтобы не издалось лишних звуков. Вот примерно так. Браво. Просто мой восторг. Как часто используете его на концертах? И во все ли музыкальные композиции можно внедрить вот эту белорусскую дуду? Ну, мы начинаем уже, сколько мы, второй год, да, как начинаем уже использовать. Дело в том, что у нас инструментов очень много. В общем-то, собраны все белорусские традиционные инструменты. На этом остановитесь или все-таки будете продолжать? Уже, я думаю, что пора остановиться. У нас еще есть гармонь еще даже, которую мы пока еще... Вот у нас есть маленькая гармошечка, Ира уже ее осваивает, и уже в нескольких песнях мы ее используем. Но пока вот тот состав, который у нас на сегодня, позволяет нам каким-то, так сказать, фрагментами использовать какие-то инструменты. Ирина, я бы хотел попросить вас пройти к этому музыкальному инструменту, потому что я видел, как вы репетировали до прямого эфира. Расскажите немножко, цимбалы, сколько им лет? Так, этим цимбалам годика 3-4. А, то есть они еще совсем юные? Да. Просто я думал, сейчас скажете, что тоже древесина должна быть не менее 150 лет для того, чтобы они звучали. Ну, насчет древесины, это тоже, естественно, все требования подходят ко всем музыкальным инструментам, которые звучат. Были у меня до них именно старые цимбалы, которые реставрировала мастер, но все-таки, учитывая концертную нагрузку на инструмент, старый инструмент, жалко на такое расходовать. И поэтому этому же мастеру заказала, в Минске парень, заказала сделать эти цимбалки. Ну, с цимбалами у меня вообще отдельная история знакомства. Я с шести лет во Дворце пионеров в Гомельском играла на цимбалах, ну, естественно, академических, женовических. А потом в университете на традиционных вот такого типа. Эти немножечко отличаются от традиционных, они немножко меньше. Я попросила мастера специально сделать немножко меньше, чтобы их легче было носить. Есть какое-то любимое произведение, которое можно играть и день и ночь? Произведение, как бы, это любимый инструмент. Просто звук любимый. Если на гуслях, мы уже выяснили, можно сыграть, как Володя рассказал, даже джаз, на что способны цимбалы? На все. Это инструмент, издающий любые звуки. На нем, вот, кстати, тут пытались мне молоточки уложить на струны. Это я. Нет, не только. Были еще желающие. На них можно играть и просто вот пальцами, подушечками пальцев звук тогда примерно. Или можно ногтиками. Такой вариант. Когда вступают молоточки? Когда надо. Браво, великолепно. Насколько я знаком с творческими поездками вашего коллектива, играете вы не только на фольк- и этнофестивалях, нередко вас можно увидеть и на рок-фестивалях. Да, так получается. Расскажите, как меломаны, как поклонники рок-музыки относятся, например, когда вы выходите на сцену? Первый рок-фестивал был, конечно, волнительным для нас, потому что мы как бы вне формата, в общем-то, выступали. И были очень удивлены, когда после нашего выступления к нам просто люди стали подходить, благодарить за выступление. И потом стали появляться в ВКонтакте, в Фейсбуке новые поклонники именно из этой гвардии. Ну, а сразу отнеслись с недоверием. Были какие-то вопросы, ребята? Был очень интересный момент один. Что вы здесь делаете? В начале одного выступления перед нами выступала рок-группа, и мы вышли на сцену готовиться к выступлению. А здесь же фанаты эти около сцены, они там после выступления остались, тут смотрят на нас, а мы в народных костюмах. И парень таким грустным голосом у меня спрашивает, вы народные песни сейчас будете петь? Я говорю, да. А у меня камера, я всегда все свои выступления, ну, большую часть записываю, поставил камеру в самом дальнем углу зала этого. И он, оказывается, сел прямо рядом с этой камерой. И на камере записано, как он сел. И он такой сел и сидит грустный такой. И буквально на первой же песне, в середине первой песни, он подскочил и с крисками подбежал к сцене, был самым ярким, самым громким слушателем этого концерта. Самым преданным поклонником этой группы Егорова гора. Да, да. В общем-то, приобретаем новых поклонников. Это здорово. Ну, а тем временем к нам в Вайбер поступают сообщения. На какую композицию планируете снимать следующий клип и какие есть идеи на этот счет, пишет Павел. Возможно, у Павла есть какие-то идеи. Одна из последних песен нами записана. Это «Ой, лети стрела». Это обрядовая песня «Похование стролы». И у меня уже давно такая вынашивается идея снять ролик именно со съемками этого обряда, с экспедицией. И в перемешку с нашим исполнением. То есть это будет такой как бы экскурс вот в этот обряд. Такая идея уже есть. И вот на сегодня уже где-то так вот уже созревает уже начало создания этого ролика. Следующий вопрос от зрительницы по имени Маргарита. Собирается ли группа расширять свой коллектив? Действительно. Да, мы уже вынашиваем эту идею. Часто приходят люди, которые хотели бы тоже присоединиться к вам? Не так часто, потому что, я думаю, во-первых, не все как бы решаются, потому что, да, формат нашего исполнения, он достаточно оригинальный, уникален и необычен. Вот, но уже есть такая идея, мы ее уже обсуждали. И вот даже в ближайшее время будет объявлен набор. Одного человека я хочу взять. Набор или все-таки кастинг? Ну, это кастинг. Каким должен быть человек, музыкант? Мало человека, который бы не боялся осваивать музыкальные инструменты. Конечно, человек, умеющий петь, в общем-то, с харизмой. Ну, и человека, желающего работать и тратить время на это, потому что это и репетиции, и поездки. В общем-то, есть определенные сложности. Ну, в общем-то, человек должен быть еще, я думаю, гореть желанием участвовать. Когда втягиваешься, невозможно оторваться. По занятости, да, это полноценная работа, которая приносит очень много приятных эмоций. Я еще хочу сказать еще, продолжить об наших инструментах, потому что в начале творчества, то есть у нас было акустическое исполнение и было электронное, так называемое, исполнение. То есть под сэмплы, под минуса мы исполняли песни. Это делалось на ВСТ-синтезаторах студии, медиа-студии. Ну, и я в одно время как-то созрел к тому, чтобы приобрести, попробовать настоящий синтезатор. И был синтезатор приобретен, и в это время у нас Катюша появилась в коллективе, чему я тоже очень рад. В общем-то, и предложил ей, в общем-то, на клавишах исполнять музыку. Вот она у нас как бы в большей части на синтезаторе. А как электронная музыка может сочетаться или вообще конкурировать с старинными живыми инструментами, с их звучанием? Мы переводим. А дело в том, что изначально идея создания коллектива, это было именно создание коллектива, исполняющего музыку, больше рассчитанного на современного слушателя. И где-то внутренне это был вот такой синтез современного звучания с соединением традиционных музыкальных инструментов и вокальных партий. Вы знаете, хотелось бы еще немного затронуть, скажем так, инструменты и сказочно-мистическую составляющую контента этногруппы «Ягорова гора». Вот недавно у меня были в гостях великолепные музыканты группы «Старый фольварок». И после того, как они здесь набарабанили в бубны, ночью случилась гроза. Насколько я знаю, что в вашем коллективе тоже наблюдаются доявления, что после исполнения вашей музыки меняются погодные условия. Ну, у нас меняются к лучшему. За почти шесть лет исполнения на Open Air, открытых фестивалях, в общем-то, были случаи, когда конкретно перед нашим выступлением просто тучи расступались. То есть «Алегрова» звать не надо? Мы сами справимся. Достаточно, да, мы справляемся с этим. Было у нас в Питер, когда мы первый раз в Санкт-Петербург приехали, у нас саундчек был под жуткий ливень. Просто даже на сцене пришлось полсцены освободить, мониторы, вся эта аппаратура заливалась просто. И уже организаторы стали волноваться, потому что три часа до открытия фестиваля, а ливень, черное небо просто. Мы сделали саундчек, попили песни, сошли со сцены. И в течение получаса, когда мы приехали уже к выступлению своему, через два часа яркое солнце, голубое небо. На ваш взгляд, это все-таки природные условия или как-то это все взаимосвязано? Это обрядовая песня. И мы уже неоднократно сталкивались с конкретными явлениями, где уже просто невозможно не видеть этого. То есть для нас это уже очень конкретно работает. Следующая обрядовая композиция, которую я очень хотел бы услышать в этой студии. Совсем скоро и ваш концерт, и великолепный праздник Иван Купала. И я знаю, что для этого вечера вы также подготовили нам музыкальный подарок. Расскажите немного о ней. У Ира Нана Ивана Купальская песня традиционная. Ну, уверен, что этой песне больше тысячи лет. Она исполняется именно в традиционном, таком аутентичном исполнении нами. Недавно с этой песней история была. Выступали мы на берегу Сажа близенько. Ну, веночек я сбила, все как по песне. Как по песне, потом его после выступления опустила на речку. А дальше по песне там отозвался хлопец. Ну, я думаю, откуда тут в лесу вообще возьмется хлопец. Ну, проехал мужчина на мотоцикле. Вот, хочешь верь, хочешь и не верь. Друзья, Ойра Нана Ивана в прямом эфире на телеканале Беларусь 4. Этим добрым вечером, буквально через мгновение. Друзья, Ойра Нана Ивана. Друзья, Ойра Нана Ивана. Наш эфир на телеканале Беларусь 4 продолжается. Великолепные музыканты этногруппы Ягорова гора. Концерт, который был вчера на набережной реки Сож. Меня лично впечатлил. Ну, а следующее выступление ожидается 6 числа, 6 июля, также на набережной реки Сож. Да, у Киевского спуска. Пару сообщений из нашего вайбера. Хм, какая интересная музыка. Мне понравилась, такая спокойная зацепила. Мария М. И еще вдогоночку пришло одно сообщение. Для меня, как человека, работающего с деревом, разговор про мус-инструменты становится наиболее интересной частью этой программы, написал Владимир. Ну, вы знаете, о чем мы еще не поговорили, а очень хотелось бы. Ваши костюмы, в которых вы появляетесь, в ваших видео, на сцене, на фестивалях. Насколько я знаю, эти костюмы, ну, тоже, скажем так, не фабричного производства, а это именно то, что хранит в себе энергетику целых столетий. Так ли это? Да, это традиционная белорусская одежда. Тоже меня впечатлили первые поездки экспедиции. Первые, когда я увидел бабушек в этих традиционных костюмах, сразу возникла идея, что именно вот так должна выглядеть группа. Поэтому на большинство выступлениях мы одеты именно в традиционной белорусской, особенно вот мои участницы, потому что мужскую одежду сложно сегодня приобрести. А вот то, что одеты на участницах, это именно традиционная белорусская одежда. То есть мужчин в плане фэшна, каких-то модных штук ущемляли во все времена? Да нет, не ущемляли просто... Потому что мужчин не так много сшилось для мужчин. То есть женщины во все времена модницы были. А мужчины чаще... Рубахи были обычные для поля, для хозяйства. А праздничные рубахи, они носились очень долго и изнашивались очень быстро. То есть не было такого изобилия в сундуке мужской красоты, как у женщин. То есть вот мы когда ездили в Неглюбку, у меня, например, есть несколько рубах, которые женщина нам не продала от прабабушки. Она не носилась, эта рубаха. То есть она лежала совершенно новая, ее берегли. Но берегли, берегли, а потом уже стало неактуально. А правда ли, что у вас дома даже настоящий ткацкий станок? Да. Есть у меня фартуки, то есть какие-то предметы, которые я надеваю, которые я ткала сама. Ну вот в частности Панева, это прабабушка, прародительница юбки женской. Я ее ткала в филиале Ветковского музея. Вот мне помогал. Огромное ему спасибо уже ныне директор Ветковского музея Петр Цаука. То есть я ткала эту Паневу сама, и это вдвойне приятно. То есть когда ты ткешь сама себе, и потом это надеваешь. Вложена душа. Конечно, конечно. Силы, старания, особые на дети. Да, 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 совершенно верно. Вы знаете, столько много еще вопросов к творчеству коллектива, на которые хотелось бы получить ответ. И, к сожалению, этот эфирный час завершился очень быстро. Мне остается поблагодарить весь коллектив в целом и каждого из вас в отдельности за то, что в плотном концертном графике нашли время заглянуть к нам на огонек. А что вы скажете вашим поклонникам? Очень рады, что у нас есть поклонники. Мы очень рады тому, что людям нравится то, чем мы занимаемся. Ждите новых песен, ждите новых концертов. Новый диск. На подходе ли? На подходе два диска. Пока идет работа и формируется набор песен для каждого из них, потому что, во-первых, эти два диска будут принципиально отличаться от первого альбома. Во-вторых, они будут отличаться друг от друга. И вообще это будет сюрприз. Ну, я думаю, что никто не откажется от приятных сюрпризов. Где найти вас в соцсетях? Вконтакте, Фейсбук, Ютуб. И просто Google в помощь. Ягорова гора. Выйдет очень много видеороликов, аудиоматериала нашего. Только на Беларусском. Ягорова гора. Да, только главное правильно набрать. Яго-ра-ва-гора. Ну, я думаю, что сейчас самое время пригласить всех на концерт на кануне «Волшебной ночи». Да, будет городской центр культуры ладить купальское такое празднование на Киевском спуске, набережная. Это где-то в районе 18 часов 6 июля. Огромное спасибо за то, что вы сегодня заглянули к нам на огонек. Думаю, что не в последний раз, а ближе к осени, к зимнему периоду нам будет о чем поговорить и будет информационный повод для того, чтобы снова встретиться. У нас в гостях была этногруппа Ягорова гора. На этом наш добрый вечер завершается. И не забывайте заходить к нам в нашу группу ВКонтакте, которая так и называется «Добрый вечер Гомель». Ну и, конечно же, заходите к нам в Инстаграм, подписывайтесь на наш Инстаграм. А завтра будет новый вечер и, безусловно, он будет добрым. Завершаем этот вечер также на музыкальной ноте. И до новых встреч на телеканале «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова